Итак, всем добрый день, меня зовут Михаил Денис, я сейчас являюсь тренером в учебном центре, ну и также занимаюсь консалтингом по разным решениям Майкрософта, разным его задачам. Я работал в интеграторе, занимался внедрением разнообразных технологий, в основном занимался внедрением сервис-десков, ну и дальше, собственно говоря, от сервис-десков пошли другие платформы, другие развития, базы данных, аналитика и так далее. Сегодня мы поговорим про Power Platform для бизнеса, которая предоставляется компанией Майкрософт, также в ней зацепим моменты, посвященные искусственному интеллекту и, в принципе, работе. Что нам в этом плане Майкрософт предлагает? Сумеря, Power Platform для бизнеса. И первое, к чему мы придем, это та технология, которая сейчас, безусловно, набирает очень сильные обороты, это Zero Coding, то есть это как бы не технология, это такой термин. То есть наша задача, как собрать продукт за полчаса, не прибегая к программированию. То есть сейчас, как мы уже понимаем, искусственный интеллект развивается, развиваются истоки программирования, и, безусловно, предыдущие презентеры, которые рассказывали про программирование, про разные Python, Java, искусственный интеллект и так далее, но, безусловно, можно так сказать, что буквально 5-6 лет назад были такие термины, что нам нужны программисты, которые будут писать софт, потихонечку это все переходит в режим drag-and-drop, где любой сотрудник, который есть в компании, может себе позволить написать, скажем так, создать, если быть правильно, какое-то приложение, которое поможет ему как-то жить. При этом, при всем, он может не обладать совершенно никакими знаниями по программированию, ему достаточно всего лишь навсего знать какой-то продукт, в котором он может ориентироваться, не требуя для этого знания высокосложных языков, там, PowerShell, C Sharp, C и так далее. Соответственно, Zero Coding – это способ, который быстро и без особых затрат помогает пройти путь от идеи до первого результата за счет готовых решений. Потому что сейчас бизнес очень сильно меняется, и зачастую ждать от программистов решения какой-то своей небольшой задачи, либо разработать какой-то продукт, который сможет закрыть ту или иную проблему довольно долго. Все-таки у нас есть глобальные решения, есть глобальный кодинг, и высвободить человеческие ресурсы, как один из вышестоящих коллег рассказывал, про то, что программистов сейчас и так нету, они заняты высокоуровневым программированием, искусственный интеллект, разработка банков и так далее, то на простые задачи для обычных пользователей у них может просто не быть времени. Как работая в одной компании, я запросил как сотрудник в CRM-системе разработать всего лишь навсего определенные формы визуализации заявки, на что мне программисты сказали, да, отличная идея, все хорошо, но мы ее разработаем тебе через годик, так освободимся. То есть это не приоритетная задача. Поэтому зорокодинг, его задача решить эту задачу как можно быстрее с подключением к всевозможным источникам данных, которые у нас могут, безусловно, быть. Соответственно, как было раньше, то, что мы немножко уже проговаривали. Есть программирование, есть какие-то требования, у которых мы производили те или иные задачи. То есть покупка домена, аренда серверов, рисование дизайна, разработка схемы, базы данных и так далее. То есть нужно было произвести достаточно большой пул работы, который позволял на выходе получить какой-то продукт, которым мы могли пользоваться. Безусловно, это стоило каких-то временных рамок. Разработка могла длиться не один день, не месяц, там, два, три, полгода, год. Многие компании ждут свои CRM-ки годами, пока она станет нужного им уровня. При этом при всем обычный бизнес-пользователь примерно знает, что он хочет. Безусловно, часть задач решалась при помощи Excel, VBA, возможно, Microsoft Access, который входил в Microsoft Office при определенных условиях, если там была определенная лицензия, и закрывал свои потребности как мог. Но это, опять же, требовало определенных знаний программирования. Безусловно, без них нельзя было сделать. И любой сотрудник, естественно, это создать не мог. То есть требовалось достаточно большое время на разработку и решение разнообразных задач. А у нас время идет, соответственно, требуются быстрые инструменты, чтобы проверить какие-то свои бизнес-гипотезы, проверить свою автоматизацию при каких-то задачах и используя стандартные инструменты, которые у нас есть. Например, если мы говорим про Excel, это запись макроса, которая не всегда, к сожалению, применима. А в новых технологиях, используя Office 365, используя Office Online для работы с Excel, например, документами в облаке, VBA в принципе не применим. То есть то, что было разработано, потихонечку перестает быть нужным. И, естественно, нам становится все сложнее и сложнее этим всем оперировать. А у нас, например, есть какой-то продукт, который мы хотим быстро перенести в какую-то другую платформу. Так как, помним, мы, версии программного обеспечения меняются. До сих пор из-за вот этой версии встречаются компании, у которых написаны базы данных для разных действий. На Windows 2000, Windows NT используют Fox Pro и другие программные комплексы, которые устарели уже очень-очень давно. И у них на складах лежат там в резерве старые материнские платы, старые сервера для того, чтобы эти продукты могли функционировать. А переехать, опять же, сложно, потому что, опять же, нет человеческого ресурса, нет возможностей знаний. То есть люди, которые знали тот продукт, возможно, уже отсутствуют. А бизнес-пользователь, понимая логику, может, в принципе, достаточно быстро, используя Zero Coding технологию, могли разобраться с ней и внедрить. Соответственно, у нас есть два основных требования разработать здесь и сейчас, потому что даже, вот смотрим, многие зарубежные компании, в которых я в проектах участвовал, они говорили, нам нужен продукт через месяц, через два, через три. Больше нам не нужно. Нам нужно быстро сейчас закрыть какую-то идею, реализовать какую-то бизнес-гипотезу, сформировать ее и посмотреть, подойдет он нам под наше решение или нет. А проекты такие, как полтора года внедрения какой-то системы, через полтора года начинается ее промышленная эксплуатация и понимается, что она нам в корне не подходит. Она устарела, наши процессы уже ушли дальше и снова приходится систему перестраивать, переделывать, а нам нужно здесь и сейчас. И нужно разработать как можно быстрее, то есть быстро, без проблем и практически бесплатно нужно разработать наш инструмент. Но, конечно, слово «практически бесплатно» не совсем правильно, потому что за продукты все равно мы должны платить, кто-то их разрабатывает. Но, возможно, какие-то платформы мы уже купили, они у нас уже безусловно есть. Один из таких продуктов был, например, у Microsoft, до сих пор еще есть, это Microsoft System Center. Двенадцатая версия его последняя, потихонечку он мигрирует. Многие компании его имели, в нем был такой замечательный продукт для построения автоматизации. Это Microsoft System Center Оркестратор. Многие им не пользовались или даже не умели им пользоваться, или даже вообще о нем ничего не знали. То есть, как бы, о возможности были. Сейчас Microsoft по плане двигается дальше. Мы как раз по презентации проговорим, что у нас есть еще для всех этих целей. Соответственно, наша задача за счет зерокодинга, первое, получить продукт как можно быстрее, получить продукт дешевле, потому что сам бизнес-пользователь, да, неважно, там, может быть какая-нибудь кривая графика, может быть кривая верстка, но он этим продуктом может пользоваться уже здесь и сейчас, тем самым, высвобождая свои ресурсы, освобождая свои возможности, сделайте это быстрее. То есть, нам нужно меньше времени, быстрее будет эффект. Соответственно, что в нашем случае есть? Сейчас платформ для зерокодинга довольно много. В нашем, собственно говоря, текущей презентации мы будем говорить про Microsoft Power Platform. По результатам, вот видим как раз квадрат, у нас на сентябрь 2020 Microsoft занимает третью позицию как Power Platform для разработки. У нас есть там другие системы, но мы видим достаточно большое количество, Salesforce, Oracle, ServiceNow, в принципе, довольно сильно в свое время лидировал. Сейчас, видим, Microsoft на третьем месте и продолжает идти вперед, то есть набирает обороты. Это Power Platform. Power Platform – это, конечно же, не один продукт. Мы сейчас проговорим, что в него входит для нашей работы. В Power Platform у нас входят четыре продукта, которые Microsoft перешел под слово Power. Ну, безусловно, Power BI – это бизнес-аналитика, про которую уже многие знают. Она является одним из лидеров продуктов в мире. У нее конкуренты только сейчас – это Click и Tableau. Других конкурентов-то особо у нее не существует. И Microsoft все сильнее и сильнее развивает данный продукт. Следующий продукт – Power Apps. Его задача в нашем случае – реализовать разработку нашего приложения при помощи технологии ZeroCode. Power Automate – навесить точно так же ZeroCoding технологию для нашего приложения. Мы посмотрим чуть позже, какая может быть он в плане технология. Дальше у нас есть Power Virtual Agent, позволяющий постраивать нужные нам боты для работы, опросы, получение информации и так далее. Данная система интегрируется с громаднейшим количеством всевозможных коннекторов. Ну, в первую очередь, конечно же, вся платформа Azure. Это Office 365, Azure, Dynamics 365 и другие приложения. Позволяет интегрироваться, в нашем случае, с нашим on-premise продуктом, то есть то, что у нас на Земле сейчас существует, без вопросов может использовать источник данных. И куча разных сторонних приложений. Тот же самый Salesforce может быть источником данных для Power Platform всей. Встроенный App AI Builder, то есть искусственный интеллект, про один из таких мы только что слушали презентацию, то есть зрение. Здесь оно тоже, безусловно, присутствует в продукте Power Automate и Power Apps, что позволяет нам производить распознавание картинок, текст, и дальше износить в систему. Чуть попозже тоже поговорим по слайдам. И включает в себя интуитивно понятную систему базы данных, Dataverse, что можно легко создать нужную нам табличку, нужные нам связи, опять же, абсолютно не зная программирования. Там простой интуитивный интерфейс. После прохождения определенных курсов специалисты, которые у меня приходили, обычные сотрудники, которые к программированию вообще не имели никакого отношения, они уже понимали, как это можно в их задачах использовать, и уже шли во время курса это реализовывать и уже спрашивали. То есть они отказывались от некоторых лабораторных, например, и дальше уже делали для себя определенными вопросами, что и как можно здесь подделать, чтобы уже сейчас снять с себя операционную деятельность, всего лишь навсего используя какой-нибудь из продуктов из этой линейки. Соответственно, первый у нас это Power Apps. Позволяет нам создать из одного решения сразу же множество платформ. То есть есть веб-интерфейс, это в нашем случае десктоп, есть планшетный вариант, есть мобильное приложение. То есть используя Power Apps, мы построим приложение, которое будет запускаться где угодно. Также Power Apps интегрируется с продуктом из офиса 365, например, тем же самым Microsoft Teams, который нам позволяет сделать единое место входа для нашей организации и получать и те же самые Power платформенные системы и интегрироваться с другими приложениями, которые можно использовать, например, тем же самым Microsoft Forms для опросов, например, тестов, и получить дальше на выходе какие-то данные в базе данных, интеграция с тем же самым SharePoint и так далее. Вариантов очень много. Здесь главное понимать, что мы хотим, как мы хотим и для чего. Система позволяет, как мы видим здесь, построить дизайнерский элемент из тех компонентов, которые у нас, безусловно, существуют. Нежка убежал вперед. Следующий у нас продукт Power Automate. Этот продукт на основе той же технологии Drag & Drop, мы видим, как раз здесь показано представление создания Workflow, может создать процесс, который нам необходим. Процессов существует несколько типов. На следующем слайде мы про них поговорим. Но интеграция производится как с землей, так интеграция производится и с облаком, и с множеством продуктов. То есть коннекторов здесь, опять же, громаднейшее количество. Оно не измеряется десятками, но измеряется сотнями этих коннекторов. Существует куча сервисов, с которыми оно уже соединяется и производит разнообразные действия. Действия, например, могут быть по расписанию, действия могут быть по триггерному событию и так далее. Вот у нас возможные потоки в Power Automate. Это рабочие потоки, то есть у нас есть некие триггерные события. Например, у нас в системе какой-то создался объект, система запустилась. В папке на диске у нас появился файлик. Система запустилась, файлик распарсила, залила куда-то. Пожалуйста. Бизнес-потоки, интегрированные в наш Power Apps приложение, позволяющие нам отслеживать статус события какого-то, статус инцидента, статус обращения и переводить его по нашим потокам в зависимости от того, как поля будут заполнены. Интерфейс потоки, тот самый RPA, позволяющий записывать действия и воспроизводить их. Действия могут быть записаны как в рабочем столе, так и в веб-браузере. Power Automate буквально пару недель назад, даже больше, три недели назад, вышел Power Automate Desktop, то есть приложение, которое можно использовать у себя на площадке. Но это связано с новым выходом .NET Core 5-й версии и отказ от .NET Framework, то есть потихонечку от него будет Microsoft уходить в кросс-платформе .NET Core. Соответственно, Power Automate Desktop в этом плане он бесплатный и можно автоматизировать свои действия на своем компьютере. То есть нам даже в этом плане может не потребоваться облачное подключение. Мы будем делать все у себя на площадке. Следующий продукт, ну все уже многие его слышали, знают, это Power BI, система визуализации наших данных, интерактивная, позволяющая строить отчеты из множества источников данных. У нас, безусловно, в этом продукте много возможностей. Коннекторов в нем тоже гигантское количество. В этом плане самые-таки простые коннекторы, это касающиеся Microsoft продуктов, IBM, например, DB2 база данных, Oracle, ловая база, Postgres, MySQL как источники данных, естественно, Excel, CSVшники, JSON и ИЖИ с ними. Плюсом могут, например, выступать источником данных веб-интерфейс, который нам позволит производить нужные нам операции взаимодействия. То есть, например, нам нужно получать современный курс валюты, то есть текущий курс валюты. Пожалуйста, нашли сайт здесь курс валюты, присоединили его к источник данных, и он будет обновляться по нашему расписанию. Здесь у нас есть, естественно, тоже бесплатный продукт у Microsoft, это Power BI Desktop, абсолютно бесплатный продукт, в котором мы можем разрабатывать свои отчеты. Но там, конечно, есть определенные ограничения. Мы сможем эти PBX-файлы только передавать между собой, но сохранять некуда будет. Причем, что сам файлик с моделью данных. Естественно, есть Power BI Service, это уже облачный продукт, что у него лицензия получается по человеку, куда уже сможем мы заливать наши источники данных. Вот как раз здесь на картинке Power BI сервис показан. И уже презентовать с мобильных устройств, презентовать с планшетов. И всегда, в любой момент времени, руководитель может открыть на своем смартфоне или планшете приложение и увидеть необходимую ему статистику. Также с Power BI множится сейчас, производится автоматизация и искусственного интеллекта. То есть добавлено распознавание текста в текстовом поле, распознавание картинок. Построена искусственная аналитика вашей модели данных. То есть можно создать модель данных, дальше запустить аналитику на основе искусственного интеллекта. Она пробежится, посмотрит поиск каких-то отклонений от нормы либо каких-то зависимостей и вам представит набор дашбордов. То есть очень удобная конструкция. Дальше в нем есть натуральный запросовый язык. То есть мы можем использовать виджет, где мы будем просто спрашивать, скажи мне, сколько у меня такого-то продукта продано за такой-то период по сравнению с предыдущим периодом. И нам система это отобразит. То есть нам не нужно в этом плане использовать какие-то сложные языки программирования. В данном случае это язык DAX, Power Query. Мы можем воспользоваться уже готовой моделью данных и создать тот отчет, который нам нужно на основании таких запросов. То есть возможностей достаточно большое количество. Power BI и Microsoft не останавливается и постоянно их развивает. Вот, например, у нас один отчет как раз интерфейс Power BI Desktop, где у нас видим как раз модель данных, визуализация. Здесь видим наборы визуализации стандартные. Плюс мы видим три точки, которые позволяют подключиться к репозиторию визуализации. Там находятся тысячи вариантов других визуализаций, которые подойдут больше под наши процессы. То есть мы видим, например, столбчатая диаграмма, нам нужна какая-нибудь другая картинка. Их там большое количество. Также мы здесь видим присоединенные уже язык R и язык Python. То есть мы можем их использовать, писать на них запросы для модели данных, для какой-то системной аналитики и здесь уже отображать. То есть система потихонечку развивается в лучшую сторону. Здесь у нас есть вот как раз Ask&Questions. Это как раз натуральный язык. Можем формировать разнообразные кнопки, при которых будет меняться визуальный интерфейс. То есть одни виджеты будут исчезать, другие виджеты будут появляться. Можем разрабатывать наш графический инструмент, например, в разрезе картинок, текста, который будет передавать корпоративный интерфейс, например, для презентации, либо еще каких-то продуктов. Вот панель дашбордовая, которая собрана из нескольких отчетов, из нескольких моделей данных для принятия каких-то решений. Следующий продукт у нас Power Virtual Agent. Это система создания ботов, чатов, которыми мы можем воспользоваться. Как мы видим по правой части, у нас также есть дизайнер, который может воспользоваться без программирования, который будет отвечать на наши вопросы, запускать другие чаты, и передавать им какие-то данные, выполнять скрипты Power Automate. То есть, например, мы можем в чате запросить, вышлите нам в виде файлика такие-то данные, система это все распознает, дальше формирует запрос куда-то нам в систему, например, в базу данных, получает из базы данных нужные нам характеристики и отправляет нам это в виде Excel файла, либо еще каким-нибудь вариантом. То есть можно сделать это все на основании бота, то есть воспользоваться непосредственно ассистентом. В принципе, достаточно удачное решение, позволяющее быстро создавать боты. Эти боты также интегрируются с Microsoft Teams, интегрируются с Power Automate при необходимости для быстрых решений каких-то задач. Соответственно, в Power Automate у нас есть искусственный интеллект, без него никуда, то есть Microsoft его добавил, как раз там тоже рассказывал, что ему можно скармливать однотипные документы, однотипные картинки, то есть создавать свой датасет, а дальше система на этом обучении будет распознавать подобные документы или картинки, и дальше будет какие-то действия производить. Например, мы можем научить, вот следующая картинка у нас, видим здесь, бизнес-карты распознавать, распознавать какие-то фразы, распознавать язык, распознавать мимику людей, распознавать текст. То есть, например, можем здесь, используя всего лишь на всего, готовый здесь уже графический инструмент, то есть тоже без программирования, научиться распознавать счета фактур, чеки, и на основании этого документа тут же передавать в базу данных Power Apps эти значения. А эта конструкция присоединяется к мобильному приложению, у нас есть смартфон, мы тут же сфотографировали, тут же данные загрузили в систему, тут же поступили в базу данных, тем самым упрощая все наши процессы. То есть разработка, она очень простая, не требует каких-то сложных знаний. И прохождение курсов по этой платформе, в принципе, закрывает все потребности для разработки своих быстрых приложений. Соответственно, дальше Power Automate, Power Platform интегрируется также со всеми продуктами Azure. Тут у нас есть Azure DevOps, GitHub, Azure сервисы всевозможные, базы данных, которые можем добавить на наше программирование, Visual Studio, например, на C-Sharp, и расширить возможности Power Platform за счет других сервисов. Это мы видим как раз. Сервис аналитики, API, Azure Function, AKS, как Kubernetes, Logic App, когнитивные сервисы, бот-сервисы, и все это интеграция будет полностью так же с Power Platform. Но здесь уже, конечно же, не зерокодинг, здесь уже, получается, программистов будем привлекать. Но если нам чего-то здесь не хватает, пожалуйста, на уровне программирования дописали. И используем уже в наших продуктах. Один тоже из таких вариантов. Видим, что у нас DataFlow, который может наполнять Dataverse, либо Azure Data Lake Storage, и дальше наша конструкция так же подключится и сможет манипулировать всей этой информацией. Данные продуктные решения используются крупными компаниями, разных целей, позволяющие сэкономить денежные средства на разработке, на быстром проверке. Видим здесь множество разных компаний. Их, Hewlett Packard есть, Lego, Procter & Gamble, Siemens и другие крупные компании. Их достаточно большое количество. Например, если мы захотим вдруг проходить курсы и обучаться, вот линейка курсов Power Platform. Всего мы их видим 5 штук, начиная с 900 и заканчивая 600. То есть 900 курс у нас получается, это Foundation, где мы пройдем базовые знания, посмотрим, что с ней можно сделать с этой платформой и воспользоваться. Дальше идут курсы по нарастающей. Сотый, двухсотый, четырехсотый, шестисотый. И мы, соответственно, приходим в конце, когда уже все эти курсы прошли, к какому-то результату. Для бизнес-пользователя, например, может достаточно быть первых двух курсов. 900 и сотый. Для того, чтобы уже понимать, как этой платформой пользоваться, и что он может для себя в ней получить. Есть и другие курсы. Например, если мы говорим про Power BI, это DA 100 курс, которым можно воспользоваться. Есть отдельные курсы по Power Automate однодневные, где не потребуется сильный отрыв от производства. То есть 8 часов за один день, и человек уже умеет пользоваться Power Automate. Там курсы замечательные, с практическими упражнениями, то есть не отбитые от реальности. А ты прям сам садишься, тебе дают задание, ты по нему идешь и разрабатываешь эту модельку. После чего ты уже можешь у себя в компании это все применять. В презентации будет ссылка на сайт Microsoft с Power Platform. Соответственно, вопросы, которые у вас могут быть по данному инструменту. Уважаемые участники конференции, прошу писать вопросы. У нас был вопрос, не вопрос, скорее какой-то комментарий от одного из слушателей. Я кратко, наверное, самую суть расскажу, что Павел пишет, что все ждут от сотрудника IT, чтобы он сделал простые по современным меркам вещи, которые знает школьник. Обучаться из ВИП никто не хочет, не платит за это. Отсюда и все проблемы. Наверное, скорее не вопрос, а какое-то мнение. Ну, я бы так не сказал. Здесь вот из того, что сейчас я про этих обучений достаточно много провожу, и внедрений, помогая людям, и ВИПы сейчас очень сильно заинтересованы в этих продуктах. Но единственное, что, конечно, ВИП-пользователь, видеоруководители это не внедряют. Внедряют их сотрудники, но сотрудников очень сильно отправляют на этот продукт. Конечно же, безусловно, если мы вернемся к картинке, в основном затрагиваются продукты из линейки. Это Power Apps, Power Automate. Сейчас, секундочку выше. И Power BI, то есть в основном три продукта. Вот Power BI, Power Apps, Power Automate – это три продукта основные, которые используются. Искусственный интеллект пока не сильно использует, потому что все-таки бизнес-пользователи, у них стоят пока что более простые задачи, но в дальнейшем развитии, безусловно, они могут подключиться и быстро реализовать у себя AI-билдер. То есть там уже готовые модели, готовые интерфейсы, в них нажимаешь, и система у тебя уже просто, например, распознание документов. Она говорит, загрузите не менее пяти однотипных документов. Человек просто загружает картинки сфотографированные, дальше система их анализирует, схлапывает, видит, чтобы все хорошо было, и предлагает, какие мы хотим слова определять. То есть заносим теги, эти теги расставляем по картинке, и в дальнейшем любой такой же документ тут же будет распознаваться. То есть здесь даже не требуется каких-то навыков, высокоинтеллектуальных, ни программирования, ни Python, ничего в этом роде. И, соответственно, эта платформа помогает быстро реализовать какое-то решение, которое необходимо для бизнеса. Еще вопросы? Да, есть еще вопросы. Предполагаю, что на Power Platform можно организовать рабочие места. Это так? Можно организовать рабочие места, да. Еще есть вопрос. Не теряют ли в качестве созданные в концепции зерокодинга продукты? Или изначально не подразумевается, что по итогу мы получаем полнофункциональный рабочий продукт, а это будет скорее бета-версия? Нет, это будет полноценный продукт. Нет, не бета-версия. Вы этим продуктом сможете пользоваться, его сможете развивать как угодно. Здесь реализована огромнейшая конструкция возможностей. Можно создавать свои подменю, настройки, выдавать права. То есть достаточно большой спектр возможностей. Поэтому вы не бету создаете, а полноценный продукт, который вы публикуете. И дальше, если вы доработали до нормального состояния, можете презентовать в магазин Storage Microsoft и зарабатывать на этом деньги. То есть станете партнером Microsoft, возьмете подписку для выставления своих разработанных приложений, и, пожалуйста, публикуйте и зарабатывайте. Вам никто в этом плане не запрещает. Как в Power BI есть такие продукты, называется Application. Также в Power Apps можно свои продукты презентовать в общей репозитории. В Power Automate можно в Workflow шаблоны подготавливать. Пожалуйста, это полноценные, не бета-продукты, ни в коем образе. Безусловно, в них есть еще задел на программирование. То есть изначальный продукт, который создал для себя бизнес-пользователей, он может не все включать, но допиливается дальше лайк-кодом, то есть лоу, минимальное программирование, немножко знание там какого-нибудь языка, либо складывание, вычитание, динамические функции там есть, наподобие Excel, либо наподобие DAX. То есть, в принципе, если человек в Excel как-то формулу писал, то в Power Apps он их тоже сможет написать. Так что здесь однозначно не беты. Еще вопросы? Денис, спасибо за ответ. Вопросов я больше не вижу. Я думаю, что тогда можем на этом заканчивать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...